Приветствую вас. Юлия, давайте мы с вами разберем ваш вопрос. Значит, я должен для начала поддержать своего коллегу и сказать, что прошлое действительно забыть нельзя, прошлое действительно невозможно забыть, прошлое действительно не сбывается, ну, т.е. в теории вы можете стереть в себя память, да, через транс, вот, но чувства, которые вы будете испытывать, да, они всё равно будут, вот, всё равно они будут давать особенность эти чувства, и вы будете испытывать эмоции, вы будете испытывать эмоции только на этот раз, а вы будете, вы не будете точнее понимать, ну, от чего они, да, т.е. вот, что это за эмоции и откуда они у вас взялись, вот. Так что здесь со своим коллегой я должен согласиться, вот, согласиться и, значит, его поддержать, вот. А, значит, смотрите, вы говорите о том, что долгое время к молодому человеку у вас были и незаимные чувства и незаимные чувства, долгое время. Понимаете, а, момент здесь мне кажется такой, что, вот, если бы вы из человека любили бы, ну, действительно, действительно любили бы, то вы бы желали ему счастья. И желаю ему счастья, если бы вы хотели ему счастья, вот, а вы были бы рады, что человек, ну, живёт своей жизнью, что он что-то делает. Что он чем-то занимается, что он что-то реализует в своей жизни. И когда он, этот человек, в смысле, вам что-то бы написал, да, вы бы чётко для себя поняли бы, что... что... не сделает его счастливым. И не можете дать ему того, что он от вас, например, хочет. ну, допустим. Но у вас живёт надежда. То есть даже не смотря на то, что... не смотря на то, что вы знаете, что человек вас использует, может использовать, что... даже не смотря на это... вы всё равно... да... надеетесь. надеетесь на то, что он будет с вами. Вот. И... собственно говоря... возникает вопрос... тогда... получается, что... вам... что-то нужно... получается, что вы... чего-то хотите... вы... вы... в чём-то нуждаетесь... так вот, и... давайте подумаем... чего вы хотите... давайте подумаем... в чём вы нуждаетесь... что... такого... а... вам этот человек может дать... что такого вам этот человек может дать... чего вы не получаете сами... вот... я думаю, что... ответ на этот вопрос... вам необходим... знаете... то есть... здесь основная сложность заключается именно в... вашей... потребности... в том, что вы хотите... в том, что вам нужно... в том, в чём вы нуждаетесь... основная сложность... она заключается именно в этом... и от того... э... от того, как... вы... реализуете свою потребность... которая сама по себе является... э... значимой... то есть... вы можете и... должны удовлетворять... свои потребности... вы можете и должны... их реализовывать... вы можете и должны и должны... делать всё для того, чтобы... э... быть удовлетворённой... вот... потому что... ну... тут... понятно, да... что... без этого вас... просто... э... будут другие, более серьёзные... проблемы... ну вот... но делать это нужно само... понимаете... то есть надежда... надежда... всегда для чего-то... то есть я надеюсь... надеюсь... э... потому что... я надеюсь потому что я чего-то хочу... вот... то есть здесь нужно ответить только на один вопрос... чего же я хочу... и что мне нужно... в чём я нуждаюсь... и... и... вот это... в этом... в этом... вам поможет вопрос... вопрос... такой... что вы вкладываете в своё чувство к мужчине... вот вы говорите, что... у вас есть к нему чувство... хорошо... если у вас есть к нему чувство... то как эти чувства... проявляются? задайте себе... этот вопрос... как проявляется ваше чувство... к... э... мужчине... конкретно... что это за чувство? как оно по... и как... оно... это чувство... проявляется? Вот вы пишите, что долгое время испытываешь незаимные чувства, как и какое-то время мы дружили, затем человек нашёл свои партнёры, мы перестали общаться. А дружили бы с какой целью? Была ли это действительно дружба или нет? Как вы, ну, восприняли тот факт, что человек, ну, нашёл себе другого, ну, человек нашёл себе партнёра, и мы перестали общаться. То есть как-то странно, да, получается, на мой взгляд, вы дружили, потом человек нашёл себе партнёра, партнёра в чём человек себе нашёл? Ну, партнёра где человек себе нашёл? То есть если вы дружили, то, ну, хорошо, нашёл себе человек партнёра, допустим. А для чего тогда, ну, для чего и зачем вы в таком случае расставались? Тогда. То есть, ну, если он нашёл партнёра, то есть вы же, вы же, как-то это стало мешать вашей дружбе или что? То есть тут, вот, мне кажется, нужно обязательно этот момент исследовать, потому что непонятно, как обстоят дела и какие у вас, соответственно, мысли по этому поводу и чувства. Дальше, теперь этот человек снова пытается восстановить отношения со мной, вероятно, и скоростные цели. Ну, во-первых, если человек пытается восстановить с вами отношения по дружбе, скажем так, если человек пытается восстановить с вами отношения по дружбе, что в этом нет ничего страшного, что это нормально, что он пытается восстановить ваши отношения по дружбе. Если человек другие отношения с вами пытается восстановить, ну, другие отношения, вот, то, в таком случае, нужно их следовать. Нужно смотреть, нужно смотреть, как, что и почему. Понимаете? Какая ситуация. Вот. А, дальше идём. Дальше идём. Откуда вы узнали 100 из скоростных целей? То есть, почему вы считаете, что, ну, из скоростных целей человек хочет с вами построить отношения? Вот. А что вы готовы сделать? А, ну, для него, вот, конкретно, что вы готовы сделать? И готовы ли что-то сделать? Вот. Реально, готовы ли вы что-то сделать? Для него. То есть, значит, не нужно полностью от него отдаляться. Вы решите для себя, что вы можете для него сделать. И сделайте это. А так, вы пытаетесь полностью от него оградиться, и в итоге это не обращает безразличие. Вот. Возможно, здесь у вас проблема личной границы. Ну, если это так, то с этим нужно ещё поработать, потому что тут непонятно. Вот. Ну, конкретно нужно здесь смотреть. Ох ты. А, дальше вы пишете, как убить. Остатки надеезда и веры в токины и в иноми возможные отношения. Ага. В принципе, я на ваши вопросы ответил. Да? То есть, вам нужно ответить себе на вопрос. Для чего вам это, вам эти отношения, для чего они мне, зачем, почему вы хотите с ним быть? Какое желание скрывается за этим чувством? Вот. На этом. Вот и всё. Определите своё желание, и вам будет понятно, куда идти дальше. И вам будет понятно, что вам делать дальше. Вот. Знаете, вера, вера вот по своей сути, по своей природе, вера это не что-то слепое. Вера всегда подпитывается каким-то желанием. Вот. Если есть желание, есть вера. Нет желания, веры нет. Поэтому у вас есть желание, желание. Соответственно, давайте его определим. Давайте определим, что это за желание такое, и как вам его реализовать. А может быть это страх. Вот. Может быть это желание что-то доказать, стремление что-то выявить, что-то подтвердить, или может быть какая-то ещё история. Вот. Вот. То есть, ну мы же не знаем, что и что у вас. Мы же не можем знать, что у вас. Да? Потому что, потому что непонятно. Так. Вот. Ну я знаю точно, что если вы захотите, да, если вы захотите, то разобраться с этим вполне можно. Вот. Главное, чтобы у вас было желание разбираться. Вот. И мы вам можем, мы вам сможем в этом помочь. Вот. Вот так примерно можно ответить вам на ваш вопрос. Значит, подумайте ещё раз, да, подумайте ещё раз о том, чего вы хотите. Хотите, хотите, подумайте, значит, какие желания у вас скрываются за данной верой и данной надеждой. Вот. И какие чувства, может быть, если у вас здесь, вот, ну, чувства, чувства потребностей, страхи, вот, убеждения установки. Вот. То есть, с объективной стороны, с объективной стороны, а её нужно раскрыть. Вот. И уже можно будет с этим работать. На этом всё. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.